Добрый день, уважаемые коллеги! Так, я сейчас хочу запустить просто конференцию, хочу запустить этот вебинар из ВКИ. Так, присоединяются у нас народ, я хочу запустить его и из ВК, и из Инстаграм одновременно. Так. Так, сейчас я проверяю готовность, все ли у меня хорошо идет, идет ли у меня стрим ВК и идет ли у меня стрим в Инстаграм. Ну что ж, я вижу, что все у меня прекрасно, что все у меня хорошо, все меня видят, слышат, что все у нас уже с вами началось. Слава Богу, все нормально, все хорошо. Итак, тема у нас сегодня с вами достаточно интересная, и мне, как руководителю с энным количеством лет, конечно, есть что ответить на следующий вопрос. Как к себе привязать клиентов, которые у вас есть, да? То есть сегодня мы с вами как раз-таки поговорим о том... Ой, упала, упала, простите. Сегодня как раз-таки мы с вами поговорим о том, и неважно, вы являетесь руководителем или вы являетесь индивидуальным предпринимателем, да? Сейчас, секундочку. Или являетесь вы, в общем-то, у меня учителем, private, так сказать, да, private-репетиторов, неважно. В общем-то, все мы очень хотим удержать наших клиентов, тех, что у нас есть. И я вам по опыту скажу, что, конечно, привлечение новых клиентов – это гораздо дороже, чем удержание старых. И не факт, что когда вы привлечете новых, у вас не будет текучки. Поэтому, конечно, мы с вами в первую очередь должны все силы бросить на то, чтобы привязать к нам наших старых клиентов. Для этого нам, конечно, в первую очередь надо повысить их лояльность. Вот об этом мы с вами сегодня и будем говорить. Еще раз повторюсь, то есть данный стрим будет полезен как руководителям, так и индивидуальным учителям, репетиторам, которые тоже заинтересованы тем, чтобы привязать к себе всех своих учеников. На самом деле, понимаете, самый главный вопрос – это вы должны понять, что родители вводят к вам детей не всегда только для того, чтобы вы их научили английскому языку. Поскольку наш с вами бизнес – это центр английского языка или центр изучения вообще иностранных языков или центра обслуживания детей, вообще как бы доп. образования. Так вот, не всегда это играет самую ключевую роль. Далеко не всегда. Поэтому сегодня мы с вами разберем такое как бы колесо эффективности, колесо вашей лояльности. Вы посмотрите, где у вас западает. Но самое главное, еще раз повторюсь, смотрите, что не всегда наша услуга – это прям номер один, что играет роль в лояльности. Какой бы вы ни был хороший, допустим, преподаватель, но если с вами неприятно общаться, если вы, скажем так, не заботитесь о своих клиентах, не заботитесь об их лояльности, то рано или поздно они идут туда, где о них заботятся лучше. Итак, второй ключевой момент, который вы должны понимать, что у вас должна быть изюминка, у вас должна быть особенность. Понимаете, обучение иностранным языкам – очень распространенное дело, правда, или английскому языку. Все-таки нужно выбрать какую-то свою нишу, нужно стать экспертным в каком-то одном направлении, и это и будет ваша изюминка. Когда вы бегаете за всеми, то всем мил не будешь однозначно. Поэтому, конечно, ищите свое поле, ищите свою нишу, вырабатывайте свои особенности. У меня, например, это кембриджские экзамены, то есть мы являемся официальным центром по подготовке к кембриджским экзаменам. Вы знаете, это очень здорово, во-первых, это статусно, во-вторых, это результаты. Не каждый центр может похвалиться, что у него каждый год 100 человек сдаёт международный экзамен и имеет сертификаты кембриджского университета. А ведь это показывает вашу результативность, это, вы знаете, чтобы там конкуренты не говорили о вас, всё-таки вот результаты моих детей, вот статистика моих детей, а у вас такого нет. Поэтому я, например, привязываю с помощью этого, да, то есть вот это моя изюминка, больше я ничем не занимаюсь, я не занимаюсь английским для школы, я не преподаю немецкий. Вот моя изюминка, вот моя экспертность, и ко мне приходят конкретно уже на это дело, да. И что бы вы для себя не выбрали, вы знаете, у вас должны быть свои ценности. Это то, что называется, в общем-то, корпоративная культура, наверное, да, это то, что называется политика партии, или, в общем-то, как бы вы это ни назвали, да. То есть, например, у нас ценность следующая. Мы даём английский язык, как второй русский. И, соответственно, всё, что мы делаем, все наши activities, все наши проекты, всё, что мы делаем, мы как раз-таки хотим показать, что английский – это язык общения, что это не школьный предмет. Мы хотим углубить и окружить наших клиентов миром английского языка как можно глубже, соответственно, понимаете. Поэтому вот вокруг этого всё у нас и базируется. И вот эти ценности, которые у вас есть, да, то есть вот у нас, например, тоже ценность какая, что мы живём как одна семья. Это так и есть. Поэтому у нас мини-группы, у нас 8 человек. Мы пытаемся сдружиться со всеми детьми, особенно с подростками, потому что пока я не узнаю, что у них здесь внутри, я не могу их обучить английскому языку. Но у нас, в общем-то, много таких вот маленьких моментов, из которых и складывается наша политика партии, складываются наши ценности. Вот. И всё это у меня, конечно, прописано на бумаге. Это называется единые методические стандарты, единорганизационные стандарты, просто корпоративная культура, да, кому как удобно. Но вот это всё надо ещё обязательно донести не только до ваших учителей, да, но также до детей и до родителей. Например, у нас, для того, чтобы наши ценности донести, какой крутой клуб вы выбрали, спасибо вам за то, что вы с нами, и не переживайте, ваши дети попали в хорошие руки, мы всё это доносим родителям на организационном собрании для родителей. Кроме того, я не допускаю ребёнка до занятия, пока родитель не придёт на организационное собрание. То есть он может быть готов заполнить договор и уже оплатить деньги, но, sorry, пока вы не придёте, не послушаете, куда вы попали, пока вы не поймёте, надо оно ли вам или не надо оно вам, потому что я уже сразу им рассказываю структуру, да, вот эту весенку А1, А2, В1, В2, сразу им показываю, как бы, да, долгосрочное сотрудничество в этом, в этом, в этом хорошие кембриджские экзамены, конечно, да, чтобы у них уже в подкорке было, о, мы тут будем ходить 10 лет и с большим удовольствием, потому что у нас будут успехи каждые, постоянно, как бы, да, мы будем видеть рост нашего ребёнка. Вот, и вот пока я это всё не вдолблю на организационном родительском собрании, я ребёнка до урока не допускаю. Другая цель моего организационного собрания для родителей, я всегда лично там обязательно присутствую и выступаю, влюбить в себя этих родителей. Понимаете, когда они вам доверяют, когда они рады, что они к вам попали, когда они счастливы, они будут в гора, так вам лояльнее. Для этого надо быть просто искренними, просто донести им, как классно у вас, почему классно у вас. У нас, например, одна из ценностей, это то, что дети всех преподавателей занимаются у нас, то есть мы не сапожники без сапог, это так и есть, да. Вот, а для детей, как занести эти ценности для детей? У нас, например, ежегодно проводится на первом занятии бизнес-игра, то есть мы эти ценности как бы в игровой форме с ними прорабатываем. Нет смысла давать инструктаж, делай раз, делай два, делай три. Нельзя это, можно это. Нет. В игровой форме, например, да, что у нас такое в игровой форме? Вот, например, вопросы за одну минуту, да, там или 30 секунд. Группой они думают, почему нельзя заносить еду и напитки в класс. И вот они думают, 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 потом выдают ответ, и ведущий засчитывает, если надо, что-то корректируют, как бы, да, и вот в таком плане. Вот та группа, которая дала наилучшие ответы, она набирает наибольшее количество валов, и мы им даем приз. Приз, у нас в этом году, например, было участие в игротеке, то есть мы с ней их приглашали на игротеку. Но в любом случае ценности прокачать надо и родителям, и детям. Потратьте час своего времени в неделю. Я тратю час в неделю на то, что я это делаю с родителями. Каждую неделю. Но я это делаю. И они ценят это. Потратьте один урок в год и прокачайте это с детьми. Обязательно прокачайте это с детьми. Но, опять же, чтобы эти ценности донести, они должны быть у вас разработаны. Для того, чтобы они были у вас разработаны, у вас должна быть своя изюминка, у вас должен быть свой стиль, У вас должен быть свой мадмин, который именно это, в общем-то, и привлекает детей и родителей. Следующий – это первый момент, то есть ценности. И тогда уже к вам придут люди, которые разделяют с вами эти ценности, и, конечно, это приятное сотрудничество. Далее. Второй пунктик – это активная социальная сеть. Что такое активная социальная сеть? Вы знаете, я в какой-то момент перестала делать открытые уроки для родителей. Почему? Да потому что урок проходит на английском языке, родители все равно ничего не понимают, какой смысл, в общем-то, останавливаться и им объяснять, что это делать. Зато я стала каждый месяц, тут у меня очень много групп, каждый месяц я убежала, I make sure, что хотя бы одна группа в соцсети засветилась. У нас самое популярное в нашем регионе все равно остается ВК. Поэтому именно там я веду самую такую большую активность. Мы делали опрос родителям, мы каждое лето делаем опрос родителей, и ВК постоянно побеждает у нас. Так вот, там я записываю фрагмент интересного занятия и объясняю родителям, что там происходило. Цель какая? Цель, во-первых, похвастаться. Во-вторых, проинформировать, как у нас это происходит, что это у нас происходит. Третья цель – показать, какие мы крутышные, то есть у нас есть, что показать. Вы, если откроете мою группу «Английские великие луки», то вы найдете там видео и фото, о которых я говорю. То есть это прям вот такая постоянная движуха там идет. То есть люди видят, люди заходят в группу, новые клиенты и старые клиенты, они видят, что группы живые, они видят, что жизнь бурлит, течет, и вообще там все классно, как бы в этом клубе. Конечно, новые уже заглядывают на отзывы людей или так далее, но вы себе не можете представить, сколько людей пришло к нам именно благодаря нашей активной группе ВК. Если ребенок новый пришел, и он сомневается, то я его отправляю в ВК, говорю, посмотри, там есть видеофрагменты детей твоего возраста, посмотришь, как, в общем-то, мы с ними взаимодействуем. Вот, поэтому чем активнее у вас, конечно, социальная сеть, чем больше вы там выкладываете видео о ваших клиентах, тем лучше, потому что это, опять же, даже своего рода реклама, потому что если мне понравился пост про моего ребенка, конечно, я его сделаю репост у себя на стене и так далее. Сразу оговорюсь, что во время того, как родители заполняют договор, заполняют личную карточку ученика у меня, сразу у меня там есть пунктик, что я согласен на видео и фотосъемку ребенка. И родителям, опять же, на организационном родительском собрании объясняю, что это вот для этой группы. Вот, далее, хорошо на лояльность, прям немножко же волшебным образом на лояльность к центру, к учителю работают дополнительные вещи, которые вы делаете вне класса. Я имею в виду различные движухи, различные проекты. Хотите, называйте это вау-ивенты сейчас, это новое такое популярное слово. В общем, что-то очень разнообразное, хотя бы раз в месяц вы должны делать. Почему разнообразно, чтобы каждый мог, в общем-то, себя проявить. По этой теме я делала отдельный вебинар. Найдите его, пожалуйста, у меня на стене, чтобы я сейчас, в общем-то, не повторялась, какие вау-ивенты можно придумать. Вы знаете, после этого мы такие отзывы от родителей получаем. Они пишут, прям так и пишут, что никаких денег не жалко, лишь бы они к вам ходили. Потому что, конечно, все родители обеспокоены тем, что дети в основном сидят в соцсетях с каким-то, в общем-то, непонятным общением. А тут живое общение, родители видят, с кем они общаются, как они общаются. Очень часто они заводят себе друзей, даже вне класса здесь у нас как бы в клубе. Далее. Обязательно предоставьте выбор оплаты. Такой, в общем-то, щепетильный вопрос, сюда эти оплаты. Что такое выбор оплаты? Кроме, конечно, способов, это уже ваше личное дело, как вы решаете наличка, онлайн, QR-коды, что вы там делаете. Я не об этом говорю. Я говорю о типах абонементов. Это всегда очень сложно продумать. Я лично для себя вывела следующее, что мы делаем абонемент, то есть за 8 занятий, допустим, это стоит 500 рублей занятия. Если ты оплачиваешь за 8 сразу. Если ты оплачиваешь за каждое занятие отдельно, то это 550 рублей. Ну, грубо говоря. Дальше вы можете сделать выбор абонементов сгораемые и несгораемые. То есть, допустим, несгораемые занятия, если они пропускают, они стоят дороже. Если пропущено занятие, то оно переносится автоматически на следующий месяц. Сгораемые, они, допустим, стоят дешевле, и если ребенок пропустил занятие, то денежка исчезает или он может его отработать. Но, в общем-то, неважно, какой вариант вы выберете, главное, чтобы все-таки был у них выбор. Выбор в оплате абонементов, потому что, говорю, это очень щепетильный вопрос, и, конечно, выбор должен быть, люди разные. Дальше. Вы знаете, для поддержания мотивации все-таки это, может быть, уже даже немножко устаревшее слово геймификация, но все-таки она должна быть. Геймификация, конечно, однозначно поддерживает мотивацию наших учеников. А когда родители видят, что ребенок мотивирован, что он ходит с удовольствием, что он там к чему-то стремится, вот это все, что им надо, это самое главное на самом-то деле. Вот у меня, например, в этом году я пользуюсь CRM-ка и Big Bang, и у нас три разных, она встроена в систему CRM, встроена эта геймификация, виды мотивации. Три разных системы мотивации у меня в этом году. Три разные. Три идут одновременно. Почему? Потому что я не знаю, какая из них выстроить для какого ученика. Первая система – это работа в приложении. То есть чем больше они заучивают слова, играют, читают, тем выше у них уровень. Получаются они там из червячка, становятся ленивцем, там потом пандой, потом тынь-тынь-тын. То есть вот такие вот уровни. Для кого-то это действует. Для кого-то она не действует, поэтому у нас есть система поощрения. Это доска подсчета. То есть мы ежемесячно смотрим, кто у нас лучший по результатам теста, кто у нас лучший по работе в приложении, кто у нас активный. На уроке это делается с помощью стикеров, потому что каждый урок мы даем стикеры даже взрослым. Мы даем, это отлично работает, смотря, какие стикеры вы придумаете. Вот, и это так здорово действует, понимаете, доска почета, я на доске почета, мы, конечно, трубим это во все соцсети, во все родительские чаты, висит у нас в холле красивая кембриджская доска почета, и мы им выдаем почетные грамоты, мы им выдаем маленький подарочек, ну, в общем, это очень почетно и здорово, да, это такая система мотивации. Третья система мотивации у нас, геймификации, да, это монетки, например, я думаю, что и руководители, и репетиторы, у вас тоже была такая ситуация, когда очень сложно дисциплину, в общем-то, держать, да, в каком плане, у меня, например, беда с учениками, которые опаздывают, сменку забывают, канцелярские принадлежности, учебники свои забывают, да, поэтому в этом году вместе с специалистами ВИГБНСРМ мы внедрили систему монетизации. Я им говорю, ребята, вы можете зарабатывать деньги на уроке, каждый урок вы максимально можете зарабатывать, три монетки. Первую монетку за то, что пришли вовремя, вторую монетку за то, что перебулочку взяли и перебулись, да, и третья монеточка за то, что вы принесли свои учебники и карандаши, и ничего моего не берете. И что потом, да, то есть вот эти монетки, они зарабатывают, 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 все очень легко в приложении отмечается, и все они в своем, в общем-то, мобильном приложении видят, да, сколько у них монет. И потом они могут за эти монеты, тут же у нас сделан магазин в этом приложении, да, который к СРМ-ке связан с ней, вот, они могут их потратить на нашу брендовую продукцию. То есть это, опять же, как бы упор на рекламу детям приз, а для нас, конечно, это такая небольшая самореклама тоже, да. Что это за брендовая продукция, да, это ручки с логотипом, это браслеты с логотипом, ну, в общем-то, тут уже что вы придумаете. Самая дешевая у нас это ручка, это ручка с нашим логотипом, она стоит 30 монет, то есть получается, что ребенок, грубо говоря, за месяц зарабатывает 24 монетки, вот месяц и неделя, и он уже может себе это позволить. И там есть более дорогие, как бы, так вещи за 120 монет, например, да. И вот, вы знаете, для многих это тоже сработало, и вот таких вот мы используем несколько систем мотивации, геймифитации, и для кого-то, в общем-то, обязательно что-то подействует, да. Вообще сувенирка, в принципе, это хорошо, потому что она прокачивает вот эти ценности, она прокачивает принадлежность к вашему центру, принадлежность к вашей деятельности, понимаете, люди очень горды тем, что у них, в общем-то, это есть, да. Далее, взаимодействие с родителями. Насколько у вас хорошо и налажено, и достаточно все прозрачно в взаимодействии с родителями? Что я имею в виду? Как они получают у вас информацию? Удобно ли это? Неудобно. У нас, например, родительские чаты в WhatsApp тоже, мы ежели, и каждое лето, да, мы делаем опрос, какой мы мессенджер будем использовать, пока побеждает все время у нас в WhatsApp, да. Может, в следующем году будет Telegram, не знаю. Вот, то есть у нас есть родительские чаты. Дальше, уже я упоминала мобильное приложение, которое связано с нашим сериалом, мы тоже и туда кидаем, то есть и в родительские чаты мы кидаем, и в телефон кидаем. И самая основная информация у нас укладывается также на стену группы и печатается в холле, соответственно, да. Далее, с родителями у нас есть очень классная система писем, вы знаете, я в свое время посмотрела, то есть Светлана Ярмас, тоже замечательная руководитель, на коллеги мои письма родителям шлем. Настоящие живые письма, представляете? Значит, на Новый год шлем и в конце учебного года шлем, да. Значит, что мы кладем в конверт? Очень искреннее, очень теплое письмо от администрации, да, о том, что вот такой-то, вот такой-то, и это прям поименно, да, в этом году был у нас там. Он достиг того-то, того-то, того-то. Мы также можем написать планы, например, на те же экзамены, как он учился и как он будет учиться, в общем-то, да. Прекрасные пожелания семьи, раз это Новый год у нас, да. В общем-то, это очень теплое такое прямо дружественное письмо, неофициальное такое, да. Ну, оно выглядит, конечно, официальным на фирменном бланке. Сейчас в конверт можно все, что хочешь нарисовать, красиво и хорошо, главное немножечко этому посвятить время. Далее мы кладем туда обязательно фотографии. То есть в течение ноября месяца мы фотографируем группу всю, у них в классе, с их преподавателями, потом это оформляем все в брендовой такой рамочке, опять же, с помощью конвы, туда кладем это фото, да, то есть это на память, в общем-то, и ребенку, и родителям, что он был в таком-то году, в таком-то месте. Дальше можно туда положить пакетик чая рождественского, например, там можно еще какой-то конфетти посыпать, можно закладочки новогодние, там тоже спасибо, что ты был с нами в 2021 году, ждем тебя в 2022 году положить. И делаем рассылочку, да, и, конечно, очень много теплых, хороших отзывов мы получаем. И, говорю, второй раз мы такие письма рассылаем в конце учебного года, когда мы уже точно пишем результаты, потому что на собрание попадают не все родители, а с помощью писем этот вопрос решаем. Мы полностью опечатаем карточку успеваемости ученика, опять же, все рамки у нас это можно делать автоматически, если нет, то ручками, где мы пишем посещаемость такая-то, успеваемость такая-то, средний результат по тестам такой-то, ну и наше, в общем-то, пожелание переведено на следующий год или отправляется на экзамен, или, в общем-то, вот такого плана, как бы, да. И, вы знаете, это прямо такая вот материальная штучка, которая прямо фактично все показывает им на самом деле, как есть. Вот, и они это очень ценят. Рекомендую к этому делу прислушаться, да. Далее, по взаимодействию с родителями, да, фидбэк. Кто у вас дает фидбэк? Кто у вас дает отзывы по деткам? У меня, например, отзывами занимается, и вот пару комментариев об обучении и прогрессии ученика может давать только заместитель. Учителя не имеют права разговаривать с родителями. Почему? Мой заместитель – это специально обученный человек, который точно знает, как нужно общаться с родителями, которые никогда в жизни не допустят ошибки, не скажут, какой Петя такой-сякой, какой Петя самый слабый. Никогда такого нельзя говорить. Конечно, каждому родителю хочется слышать что-то хорошее. И в каждом ребенке, согласитесь мне, коллеги, в каждом ребенке можно найти что-то хорошее. А о негативном мы тоже говорим. Но мы это говорим как? А вот над этим вот мы работаем сейчас и говорим, в общем-то, как и что мы работаем. Вот. Дальше тоже администратор у меня взаимодействует с родителями, но не по поводу отзывов и фидбэка, да. А, например, вот тыкнула, родители пришли оплачивать, и она им тыкнула на доску почета. А вот смотрите, Петя у нас на доске почета. Вот видите, какой он молодец в этом году. А вот смотрите, вот Петя на работе висит. Это он делал проект такой-то, да. И это так здорово работает, да. То есть, когда вы обращаете внимание родителям, что вы знаете их ребенка, что вот какую тут роль играет, так сказать, в жизни клуба. Это всегда очень-очень-очень хорошо работает. Также для взаимодействия с родителями у нас есть, например, папка успеха. Что такое папка успеха? Это обычная А4 папка, да. Ну, не ее показываю, да. Здесь написано папка успеха. Открываем, там все группы наши, да, список групп, имена, дети, мы без фамилии специально это пишем, потому что папка успеха стоит в холле у администратора. И результаты тестов. Юнит 1, юнит 2, юнит 3. И обязательно мы пишем не только Петя на результат, но мы еще пишем в среднем по группе результат. И всегда говорим родителям, что сравнивайте по среднему результату с группой. То есть, какой результат у нас есть. Тоже все очень прозрачно, все очень мило. Вот, пожалуйста, придите, посмотрите, да. Обязательно должна быть информационная папка, конечно, потому что, вы знаете, родители разные бывают. Что такое информационная папка? Это юридическая информация ваша. Сведения о вашем ИП, сведения о сотрудниках, дипломы сотрудников могут быть, да. Сейчас, в период ковида, там у меня также стоят документы о том, какой антисептик мы пользуемся, санитайзер и так далее, там лампы наши, вот эти рециркуляторы, да, то есть на них там вся информация, в общем-то, есть. То есть она тоже должна быть. Это все было у нас с вами про взаимодействие с родителями, да. Далее, на что еще нужно обратить внимание, если вы хотите себе более лояльных родителей и детей, а я уверена, что вы это хотите. Итак, строгие правила. Да, на самом деле строгие правила. Чем строже правила, тем вас более будут ценить и любить. Ну что, например, у меня есть и строгие правила, что мы не возвращаем деньги за пропущенные занятия. Если вы предупредили заранее, родители знают, что такое заранее, у нас это оговорено, за час до занятия, любым способом, написали в ВК, написали в WhatsApp, позвонили, любым способом, то вам назначается отработка в другой группе, но деньги не возвращаются, да. Если вы не предупредили и прогуляли, сори, ни о таких отработках речи быть не может. Ну и, в общем-то, вот так вот. Еще, например, строгость у меня, да, для того, чтобы ребенок перешел на следующий юнит или на следующий учебный год, он должен иметь успеваемость 75% и выше. Это тоже их очень дисциплинирует, в общем-то, да. Вот такие вот моменты. Далее. Вы знаете, если вы посмотрите на пирамиду масло, я надеюсь, что все знают, что это пирамиду масло, да. Это пирамида, вот такая пирамида, которая важность разных аспектов жизни для человека показывает. Так вот, в самой базе этой пирамиды, то есть то, что больше всего людям нужно, это, конечно же, потребности в еде, вот это вот все. Так вот, это на самом деле мы тоже используем для того, чтобы привязать к нам детей. Мы их угонщаем регулярно, да, то есть у нас есть конфетки, мы угонщаем конфетками. Вот сейчас придет Новый год, кстати, у меня будет в пятницу очень хороший стрим по новогодним мероприятиям, не пропустите, также в моей группе в 2 часа дня. То есть на елочку мы вешаем бублики, мы вешаем конфетки, детки подходят, угощаются, да. Можно это сделать более организованно, то есть во время занятия выполнили какое-то новогоднее задание, пришли, поели. Вот, ну, в общем-то, такие планы. В таком плане, да, опять же, когда мы награждаем учеников, там вот, кто у нас на доске почета, тоже можно им выдать маленькую-маленькую шоколадочку на день рождения. Мы обязательно поздравляем своих детей, обязательно. У нас разработана открытка такая брендовая, опять же, с помощью канвы, где написано именно имя его и пожелание ему. У нас есть брендовый браслет, который мы дарим в этом году ему в подарок. Это уже две вещи. И третья вещь, обязательно вкусная, качественная шоколадка или милка, или что-то, в общем-то, классное такое, или альпенгол, да, что-то качественное, что-то хорошее. Так что вот эти вот моменты используйте себе для того, чтобы еще больше привязать к себе своих учеников. Ну, и, конечно, как я вам уже сказала, что какая-то система отслеживания прогресса, в общем-то, должна быть. Вот у меня это кембриджские экзамены. Я понимаю, что для кого-то, возможно, это не показатель, но на самом деле это все-таки международный уровень. И когда вы занимаетесь кембриджским экзаменом, когда у вас есть вот эта вот шкала роста, ведь это же не просто шкала владения иностранными языками, да, это действительно шкала роста, что ребенок растет. И когда вы об этом так вот passionately и искренне, и с чувствами рассказываете родителям, даете примеры из вашей жизни, какие ваши личные детки молодцы, как другим детям эти сертификаты помогли в жизни, да, то, конечно, они с вами. И они говорят, опять же говорю, что никаких денег не жалко, и они уже в подпорке понимают, что они с вами будут сотрудничать 10 лет, 12 лет, пока ребенок не достигнет хотя бы B2 вместе с вами, что это все возможно, что вы их обязательно вытяните. Таким образом, коллеги, мы с вами должны нарисовать колесо, да, колесо лояльности. Сейчас я буду его рисовать, в общем-то, конечно же, вместе с вами, да. Итак, и призываю вас тоже, в общем-то, вместе со мной его нарисовать. В идеале колесо лояльности должно выглядеть вот таким образом. Что же это у нас с вами такое, да? Итак, например, первое, что у вас должно быть в вашем колесе лояльности, да, это, конечно же, ценности. Да, вот здесь у вас, допустим, да, идет от 1 до 10 шкала, да, вот насколько у вас ценности прокачаны, насколько они вообще у вас есть, оцените себя. Будет это 5 баллов, будет это 2 балла, да, насколько у вас тут дело. Ну, допустим, у меня это 10 баллов, поэтому я его здесь себе оставляю. У вас, допустим, это, ну, пока еще не разработано, поэтому, ну, скажем так, 2 балла, поэтому у вас будет здесь. Следующий вид обязательно важный – это активная соцсеть. Также оцениваем себя от 1 до 10. Поскольку я страдаю тем, что я пока еще не веду Инстаграм, поэтому я скажу, что у меня это, ну, допустим, 8 баллов, да, то есть тут 2 балла, тут 8 баллов у меня за активную соцсеть, то есть вот где-то здесь у меня будет это дело, да. Следующее – это различные движухи, вау-ивенты, проекты, то есть вне классной деятельности, да, какие классные мероприятия, вы, в общем-то, им предоставляете. Говорю, раз в месяц это должно быть. Вот у меня, например, с этим делом все хорошо, 10 баллов, поэтому я вот здесь. И таким образом у меня уже, вот видите, начинается вырисовываться вот такое вот колесо лояльности. Следующий пунктик – мы говорили о выборе абонементов, да, то есть что мы даем выбор оплаты. У меня, честно вам скажу, особого выбора нет, поэтому я себе ставлю пятерочку, ну, всего 2, как бы, момента, но, опять же, регион очень важен, да, город, в котором вы работаете, тоже очень важен. Далее, следующий пунктик у вас будет, опять же, вы себя оцениваете от 1 года до 10, следующий пунктик у вас будет обязательно геймификация или система мотивации, да. Если она у вас, мотивационная система, я себе могу прям честно поставить 10, потому что у меня прям аж 3, и все работает, да, то есть и вот таким образом я себе рисую. Вот оно, мое колесо, видите, сейчас появляется, да. Следующий момент – это взаимодействие с родителями. Взаимодействие с родителями. Оцените, насколько хорошо у вас все сделано. Здесь я вам разные моменты говорила, и родительский чат, и мобильное приложение, и информирование родителей, и фидбэк, кто им дает, да, и во время оплаты, что им администратор вот это вот пичит, и папка успеха у нас есть, и информационная папка есть. В общем-то, посмотрите, насколько вы умеете разговаривать с родителями. Ну, допустим, это у вас будет 8, допустим, да, 8 из 10. Соответственно, вот такое вот уже колесико у нас получается. Далее. Далее у нас с вами были подарки, еда, да, подарки, еда. То есть насколько хорошо у вас это, ну, скажем, у меня это и может быть, ну, 8 из 10 я себя оценю, да. И последний пунктик будет у вас – это прогресс, да, то есть как вы показываете им прогресс. У меня это однозначно 10 баллов, потому что у меня и карточки успеваемости два раза в год я печатаю, в общем-то, и папка успеха у меня стоит, и тембриджские экзамены у меня стоят, которые показывают как ничто, а, в общем-то, прогресс моих учеников. И таким образом колесо наше с вами, ну, которое вот мы сейчас себе продумали, да, выглядит приблизительно вот таким вот образом. Не кругленькое и ровненькое, как оно должно быть, да, а приблизительно вот такое. И таким образом вы как руководитель или как репетитор смотрите, какие пунктики вам не достают для того, чтобы это было, в общем-то, полное, стопроцентное, кругленькое колесо лояльности. Давайте пройдемся еще раз к основным пунктам, которые вы должны оценить от 1 до 10 и потом нарисовать себе это. Итак, ценности. Первое. Второе. Активная соцсеть. Третье. Вау-имен, ивенты, движухи, проекты. Третье. Выбор оплаты. То есть, насколько у вас лояльны вы к своим клиентам в ходу оплаты. Дальше. Мотивационные системы, да, то есть геймификация. Далее. Взаимодействие с родителями. Подарки, еда и прогресс. То есть, как вы показываете прогресс учеников. Очень рекомендую все-таки это сделать для себя. Затем предпринять какие-то действия. А какие действия, я думаю, что у вас сейчас уже много идей, как это сделать. И через полгода сделать это еще раз. И тогда вы увидите, как вырастет к вам лояльность ваших родителей, лояльность ваших учеников, и как сильно они к вам привязались. И что они обязательно придут к вам в следующем году. Я не зря показала вам это все сейчас, до Нового года. Потому что сейчас будут новогодние мероприятия. Кстати, приглашаю еще раз послезавтра, в пятницу, 26 числа. В два часа зайти в мою группу и посмотреть о предновогодних занятиях, о новогодних уроках. Обязательно это, кстати, очень привяжет тоже ваших родителей и детей к вам. Далее. И после Нового года у вас есть, весь декабрь вы будете готовить, что вы будете менять, что вы можете улучшить для того, чтобы повысить лояльность. И с Нового года это все применить. Как раз-таки по май месяц, по июнь месяц. Потом еще разочек сделать замер своей лояльности, колеса лояльности. И тогда с сентября убедиться, что все ваши старые клиенты, в общем-то, остались с вами. Ну что ж, на этом от меня все. Кстати, в следующие выходные я буду в Москве. 27, 28, 29 ноября я буду в Москве. И у меня остались еще места на мой замечательный, очень горячие темы, семинар, тренинг, который я буду проводить в помещении моих давних партнеров. Это релот в Москве на метро Сухаревская в 5 часов у нас состоится в понедельник, 29 ноября, живой тренинг о том, как заучивать новые слова. Называется он Teaching Effective Vocabulary, Teaching Unforgettable Vocabulary, вот так называется, если быть точнее. То есть это я покажу вам техники, я покажу вам инструменты, которые помогут вашим ученикам сразу схватить новые слова, их сделать сразу активным запасом. И мы также с вами рассмотрим, какие упражнения, какие таскс, какие задания помогают им действительно держать это все время в голове и как дотягивать до этого уровня, до нужного уровня, те задания, которые есть в ваших учебниках. Ну что ж, на этом все. До свидания и до новых встреч.